Последний звонок в режиме онлайн. Дистанционные учебы и запрет видеться с одноклассниками. Коронавирус больно ударил, в том числе и по школьникам. Несмотря на скорое окончание учебного года, 9-11 классы пока находятся в некой неопределенности. До сих пор нормативных документов, точно закрепляющих решения Министерства просвещения относительно проведения итоговой аттестации, нет. Мы знаем точно, что сроки перенесены, и Министерство просвещения говорит о том, что, и везде вы видите в СМИ, что ОГЭ отменен. На уровне сообщений Министерства просвещения отменено, но нормативные документы мы ждем. Министерство просвещения обещает, что до конца мая месяца будут выданы вся нормативная база, в соответствии с которой мы можем официально уже разместить информацию. Как только будет официальная информация, она тоже будет доведена до каждого родителя и размещена на всех сайтах образовательных организаций Департамента образования. Уже понятно, что в этом учебном году дети в школу не вернутся. В связи с этим возникает вопрос, как сдавать учебники. Я очень прошу и всем говорю однозначно, никакой сдачи учебников сейчас до завершения режима изоляции не будет. Мы спокойно сдадим их в августе, если будет необходимо, и 11 классы сдадут тогда, когда все закончится. Ничего страшного, мы решим эту рабочую проблему внутри, собственно говоря, образовательной организации. Категорически я призываю никого из родителей ни по собственной инициативе, ни если вдруг почему-то возник такая инициатива у школ, категорически не сдавать, не приходить в школу. Также нет определенности, когда заработают пришкольные лагеря. По рекомендациям Министерства образования они могут открыться не ранее 25 июня. Кроме того, 11-классники в этом году остались без традиционного последнего звонка и выпускного. Екатерина Пёнова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24.